Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. В начале программы сразу задам вопрос. Устраивает ли вас, как организованы перевозки пассажиров, нас с вами в общественном транспорте? Если нет, то сообщите нам, что бы вы хотели изменить в схеме и системе муниципальных перевозок. Тем более, что выслушает ваши вопросы, предложения и замечания руководитель департамента транспорта Самары Владимир Титов. Эфир прямой, телефон 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы. Ну, а мы пока начнем разговор. Здравствуйте, Владимир Евгеньевич. Добрый день. Скажите, вы сами лично, когда последний раз воспользовались муниципальным транспортом? И как оценили? Честно, когда это было? Ну, верите, это было совсем недавно. Это в мае месяце, когда я ездил на трамвае, смотрел маршрутную сеть, смотрел, как трамвай успешно проходит свою маршрутную сеть. Это номер 20. 20-й. Да, 20-й. Потому что есть некоторые моменты, которые в нашей жизни не устраивают наших пассажиров, и поэтому приходится, конечно, думать над той системой, как улучшить, ускорить перемещение наших граждан. А что вот в трамвайном маршруте 20-м может не устроить? Мне кажется, это уже так давно он уже запущен, и все всех устраивает. Это маршрут, который очень сильно пользуется у граждан нашего города, будем так говорить, популярностью. И, конечно, здесь есть некие моменты, о которых жители нашего города даже не задумываются. То есть есть правила, нормы вождения трамвая, и поэтому, согласно правилам, трамвай на возвышенность не может заезжать, пока не уйдет первый трамвай, который шел до него. То есть это касается у нас непосредственно участка, все знают эту проблему, значит, от Галактионовской до проспекта Ленина. Да, поэтому интервалы приходится соблюдать какие-то, и проверка там все время стоит, контроль. Тут, конечно, техническая часть должна срабатывать, есть определенные нормативы, по которым водители трамвая производят движение. А вот после вашей поездки на трамвай что-то изменится в 20-м маршруте или нет? Какие-то решения приняли? Сегодня, значит, нами принято такое решение, значит, установлены знаки по остановке транспорта личного, грузового, который находится в промежутке от Галактионовской до Мичурина. То есть здесь мы сейчас работаем над тем, чтобы транспорт не останавливался, не парковался, не делал долгие стоянки для того, чтобы имеющийся подвижной поток на этом участке мог свободно передвигаться. То есть на сегодняшний день транспорта личный, грузовой мешает трамваям проехать этот промежуток времени. Раз уж мы коснулись трамваев, все-таки судьба трамваев в исторической части города как-то решается, оставит там эти линии трамвайные или снесут? Как-то вот много разговоров на эти темы ведется. Какое-то окончательное решение принято или нет? Нет, окончательного решения нет. На самом деле разговоров очень много и очень такой момент серьезный и решение серьезное. Конечно же нам хочется этот участок для граждан оставить, чтобы он был нетронутым. Но тем не менее, вы знаете, у нас проектируется строительство моста Фронтинский, который должен выходить на эту сторону дороги. И поэтому в данный момент, конечно, мы ищем альтернативу. Лично ваше какое решение вы видите? Мы видим переход вообще в будущем по стратегии, которая сейчас прописана Департаментом транспорта совместно с другими департаментами до 2020 года. Стратегия транспортного развития инфраструктуры в городе Самаре. Поэтому мы видим одно из направлений, это переход на легкий рельсовый транспорт, то есть трамвай скоростной для того, чтобы у нас, во-первых, это новое полотно дорожного покрытия и новое полотно для трамваев, которое должно быть бесшумным. Это нужно, чтобы эти трамваи пошли и дороги сначала поменять, да? Новое полотно уложить или нет? Нет, это не так все просто, поэтому мы сейчас над этим работаем для того, чтобы у нас жители чувствовали себя в лучших условиях. Вот вы говорите, а мне кажется, не очень реально представляется. Это есть прям сроки конкретные? Или это просто пока? Я вам скажу, что это в мире уже есть, это есть у нас в России уже, это все сделано, проведено. Поэтому мы сейчас над этим работаем, сейчас ищем решения со строителями, ищем решения, с министерством ищем решения. А какие-то годы вот уже, рамки есть какие-то? По годам сказать тяжело. Почему? Потому что если даже этот проект, он будет у нас реализован, но дело в том, что сегодня начальная стадия. То есть сегодня нам нужно определиться с поставщиками этого полотна, как все это будет выглядеть. И естественно, если мы рассчитываем на чемпионат 2018 года по футболу, всем известно. Вот уже есть годы, сроки какие, вы говорите, нет. Это будет хорошим вливанием денежных средств в те условия, про которые я сейчас говорю. То есть да, действительно, есть много проектов, есть много таких потенциалов есть хороших, которые должен привести все-таки наш любимый город и наших жителей к лучшему. Будем надеяться, будем работать. Да, будем надеяться. А пока послушаем вопрос Виктора. Виктор спрашивает, есть такой вид транспорта, монорельс. Он на опорах высотой 8-15 сантиметров. На них расположен одиночный монорельс, и по нему на высоте, не мешая основному виду транспорта, движутся 3-4 вагона наподобие трамвая. Пассажиры находятся на островных остановках в полной безопасности. Этот вид транспорта на порядок дешевле метро в плане строительства, но в то же время может заменить любой другой вид общественного транспорта, не мешая основному потоку. Почему в Самаре нельзя сделать так же, поскольку денег на расширение улиц не хватает? Давайте не будем забывать, значит, это очень хороший вопрос, в принципе, правильное направление. Но дело в том, что мы должны помнить, что у нас есть еще и, кроме лета, зима. Это не как зимой? Что-то мешает? Мы же должны понимать, что мы должны всегда содержать этот монорельс в порядке. Да, есть несколько видов, есть навесной, есть подвесной, поэтому тут надо тоже в этом разбираться. И все эти вещи я видел, как работают. Мы возьмем даже, давайте будем так говорить, в Москве возле ВДНХ ходит. Да, у нас легкий такой трамвай в виде нескольких соединений вагонов. Вы там были? Вот в этом трамвай? На ВДНХ он себя, видите, не оправдал, ввиду того, что это только кажется, что стоят на опорах это все, и так все очень легко. Надо не забывать, что по техническим характеристикам, если кто-то учился в строительном вузе, то он понимает, что глубина под землю и там ширина фундамента и всего полотна намного больше. Вы возьмите обычные рельсы, и вы увидите, что верхняя головка рельсы, она уже в два-три раза, нежели нижняя часть. Поэтому надо помнить, что под землей у нас везде тоже коммуникации, и не так просто провести вот такое вот мероприятие. Это надо понимать, что придется нам переделать еще и подземные коммуникации для того, чтобы все это вести. Плюс обслуживание, плюс аварийные ситуации, все это технические задания, все это проекты, это очень такая система серьезная, вообще транспортная система серьезная. Поэтому есть некоторые другие пути решения этой проблемы, над которыми мы будем работать и работаем, и я не скрываю, что один из этого направления – это легкий рельсовый транспорт. И он себя показал, он показал себя в мире, потому что на трамваях, будем так говорить, что переезжает в два раза больше пассажиров, нежели в два, в полтора, в два раза больше пассажиров, нежели там возьмем троллейбус, трамвай, автобус или другой вид транспорта. Да, и тем более вот при этом не стоит сокращать, убирать какие-то линии. Ни в коем случае, ни в коем случае, мы не допустим, будем так уж отчетливо говорить, что… 202-11-22, телефон нашего прямого эфира, звоните, задавайте свои вопросы. Сегодня у нас в гостях руководитель Департамента транспорта Самары Владимир Титов. Коптелова Татьяна Андреевна спрашивает, автобус первого маршрута муниципальный, в нем с пассажиров и льготников берут деньги. У меня пенсионное удостоверение, но мы оплатили проезд. Почему? Вот как так получилось? Взяли у пенсионерки оплату за проезд. Что это? Проверки какие-то проводились? Да, здесь я вам скажу, что немножко ситуация выглядит не так, ввиду того, что там на первом маршруте два перевозчика. То есть есть муниципальный перевозчик и есть коммерческий перевозчик. И впоследствии, вот для улучшения работы населения именно на маршруте, было принято решение, что перевозчик с газелей, с малого транспорта перейдет на большой транспорт, на транспорт большой вместимости. Поэтому сейчас эти автобусы, они идентичны, похожи, и люди путают, что это муниципальный транспорт или не муниципальный. То есть на самом деле это проблема для населения, и мы ее сейчас решаем. То есть есть несколько путей решения этой проблемы. Значит, ну, во-первых, или первый, это коммерческий перевозчик войдет в единую сеть и будет также перевозить граждан. Бесплатно. По льготам. По льготам. То есть это тоже один из вариантов. И еще один вариант, это вешать обозначение у двери автобуса, чтобы люди знали. Да, ну это самое привычное. Не с льготами транспорт работает. То есть вот эти моменты. Поэтому на сегодняшний день я думаю, что мы проблемы решим. И люди будут внимать. А вот еще были такие зелененькие автобусы, в какое-то время их рекламировали, небольшие такие с рожками. Я вот их реже сейчас вижу. Они все так же ходят? Ну, они ездят, может быть, вы про небольшие говорите. Это не рожки, наверное, зеркало там. Может быть. Ну, то есть все в порядке с ними, да? Да, да, да. Да все осталось. Сейчас самый разгар дачного сезона, не разгар, вернее, а начало. Прямо я так подозреваю, что многие устремились на дачи. Как стартовал вот этот сезон для вас? Появились ли, может быть, какие-то проблемы? Может быть, люди хотят новых маршрутов, что-то не устраивает? По каким дням ходят? Вообще можно на дачу отправляться? По всем или есть вот определенные дни, когда можно выезжать на муниципальном транспорте? Ну, значит, изначально дачный сезон начался, действительно. Начали возить в апреле месяце мы дачников. Изначально было готово из 37 маршрутов 31 всего. На сегодняшний день все маршруты у нас действуют. У кого-то не было изначально дорожное полотно готово к перевозке жителей, потому что никто не готов жителей перевозить по плохим дорогам. Начнем с этого. Поэтому на сегодняшний день все 37 маршрутов действуют, работают. Вот, задействовано на маршруте в пределах 103 единиц муниципального транспорта и плюс там несколько единиц коммерческого транспорта. Но это достаточно или все-таки спрос превышает, да, предложение? Так вот, на первый взгляд. Вот я смотрю все время, как-то вот очереди люди как-то набивают. Знаете, будем открыто говорить, что все хотят ездить сидя. Всегда люди жалуются, всегда людям чего-то не хватает. Тем более пожилые, да. Знаете, сперва были маленькие автобусы, дайте нам большую. Дали большой, теперь дайте нам вот этот, их большее количество, да, дайте нам дешевле. То есть это всегда было, да. То есть мы должны понимать, что на сегодняшний день, наверное, единственная система транспортная, которая не позволила себе повысить с приходом Дмитрия Игоревича Азарова на пост главы городского округа Самара, не повысить проезд на транспорте общественном. То есть это, вы понимаете, что это большие деньги, и тем не менее мы все-таки жители перевозим. Мы закупили новые автобусы в муниципалитет, и тоже их пустили на дачный маршрут, и я думаю, что это тоже комфорт, это все сказывается на перевозке наших граждан, и я думаю, что в этом плане людям грехов. Да, и по дням недели, это все-таки не все дни недели, наверное, да? По дням недели сразу могу сказать, что ездит транспорт у нас среда, пятница, суббота, воскресенье. Вот некоторые жалуются, вот дают воду во вторник, допустим, никак не может вот попасть она во вторник, или в четверг там дают воду, она никак... Вот как с этим? Не будете учитывать такие пожелания? Значит, мы все пожелания учитываем. Вообще у нас взято такое направление, знаете, каждому жителю предоставить те блага, на которые он хочет рассчитывать. Поэтому, если к нам обратятся, значит, председатели садово-дачных массивов с предложениями конкретными, да, конечно, тогда мы пойдем на те вот варианты, которые хотят люди видеть. То есть это безусловно, мы, в принципе, это общественный транспорт, это та система, когда все работают, мы все отдыхают, мы работаем, да? Да, согласна. То есть надо же перевозить, поэтому мы для жителей ездим. Да, Владимир Евгеньевич.